Семинар с участием представителей Румынии, Армении и Турции проводится в соответствии с планом ежегодных мероприятий международного сотрудничества МЧС России. С 8 по 11 июня научные сотрудники и руководители рабочих групп управлений ПЧС обсудят проблемы в области исследований сейсмической активности и ее рисков, а также вопросы оперативного оповещения и координации действий стран Черноморского экономического сотрудничества. Что касается Краснодарского края, то мониторинг сейсмической опасности проводится с помощью комплексных станций и специальных динамика геофизических датчиков. Это полностью территория Адлерского района, то есть это и Олимпийский парк, и Меретинская неизвенность, и Красная поляна. Большое количество датчиков и систем находится в Туапсинском районе. Это и Огой, и дальше до Джубки. А сейчас наши российские ученые, в том числе и кубанские ученые, могут спрогнозировать с помощью своих наработок землетрясения с точностью до трех дней. По словам ученых, землетрясение теоретически возможно и в Черном море, но в ближайшие десятилетия этого не произойдет. Методов прогнозирования землетрясений множество. В основном это геофизические, когда исследования проводятся с помощью спутниковых приемников, измерение атмосферного давления, применение химических элементов, а также сейсмический способ определения активности земной коры с помощью датчиков. Использование акселерометра, например, позволит следить за динамикой колебаний в здании. Они устанавливаются в основании помещения, в подвале, цокольной части или грунте. Фактически можно этим испытанием сразу после обработки установить его настоящую сейсмостойкость. То есть сколько баллов может выдержать. Примерно до 10 баллов смогут выдержать современные строения. Старые здания менее выносливые и требуют в этой части укрепления. Именно над этим активно работают турецкие специалисты, ведь их республика находится в опасной сейсмозоне. Уже сейчас ученые прогнозируют возможность сильного землетрясения там в ближайшие десятилетия. Наши ученые и сейсмологи сейчас активно работают над возможностью раннего прогнозирования землетрясения. Но в первую очередь мы должны заранее позаботиться о сохранности наших исторических объектов – зданий, построек. Ведь если они будут хорошо укреплены, то вероятность их разрушения можно свести к минимуму. Над тем, чтобы свести к минимуму возможные разрушения, человеческие жертвы работают лучшей умы. А вот поведение животных – не самый лучший способ прогноза, уверяют ученые. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.